здравствуйте я решила попробовать сделать не сыровяленную грудку целым куском большим а маленькие кусочки этом маленькая куриная грудка как не говорили есть большая и маленькая часть это маленькая часть которая выпадает серединке я хочу сделать в сушилке ну то есть сыровялено это мясо смысл в том что она завяливается по сечению времени тоже воздушными потоками обдавая а сушилка то ведь по идее у меня может стоять на температуре 60 градусов вот и попробую сделать я это мясо сыровяленое только по-другому чуть-чуть высушу его подсушу так скажем эти кусочки длинные вот такие линдочки постаралась максимально очистить их от всяких пленок и всего остального что мне надо будет черный перец но я вот этот возьму кориандр это мой кориандр который я делаю я вам уже показывал это базилик тоже мой есть несколько баночек насушила и еще из покупных я буду использовать наверно хмели-сунели и чеснок сухой по вкусу все добавлю но так как если бы я его готовила допустим это мясо что я сделала уже я это мясо перемешала вот его немного на самом деле вот и все перемешала с солью примерно две-три столовые ложки сюда добавила постоял он у меня час и я его промыла все от этой соли я думаю что соли будет достаточно не знаю может быть еще чуть-чуть добавлю уже которую не смывать с них от промыла откинула в дуршлаг и стекло она у меня все теперь я буду делать сейчас из этих вот специй заправку промариную чуть-чуть а может быть и сразу и покажу что дальше у меня есть такая вот у куркума обалденно офигенная бабушка нам наташа привезла с москвы с выставки на нас по выставкам ходит различным и вот мне перепало и я ее берегу потому что она но снова сшибательные обалденные запах у нее шикарный вообще шедевральный цвет очень красиво конечно поэтому я добавлю сюда еще и ее но без злоупотребления потому что она яркая достаточно и ну потому что не жалко я еще чуть посолила курица любит соль на самом деле дружит так все вот так сделала и вот теперь я думаю знаете мне хочется добавить сюда бальзамического уксуса вот прям буквально одну столовую ложку а сашка вы терпеть не может он любит соевый соус может быть сделать назло это и другое или не делать ничего вот короче размышления у меня как только определюсь эти момент сразу вам расскажу видит бог я пыталась соевый соус закрыт поэтому сама судьба велит нам добавить чуть-чуть моего любимого бальзамического чуть-чуть прям вот сбрызнула прям совсем капелюшечку у меня много красного сладкого перца но у меня нет паприки сейчас сухой я не могу добавить но вообще в принципе я бы добавила если было потому что я предполагаю что красивый красный цвет это всегда вкусно даже если это не вкусно вкусный цвет так сетку мелкую я использую потому что на ней в меньше врежется она в большую сетку и его снимать будет легче что цветка гнется его всегда можно снять возьмем сейчас подсолнечное масло и кисточкой намажем обязательно эти круги иначе потом вы это мясо можете отсюда не отодрать не надо очень сильно усердствует нужно просто это сделать и все так мои тут гремят в параллели уж извиняйте их же не заставишь посидеть на месте секунду так вот таким образом я ее укладываю хочу чтобы между ними оказалось то тоже промежуток ну чтобы их обдувало получше кусочки не должны быть толще мне кажется что сантиметра знаете если вы другого мнения напишите мне пожалуйста что лучше потоньше может быть знаете я не хочу получить сухарики еще раз подчеркиваю что делаем мы курочку с вами свою которую сами вырастили должны же мы с вами испробовать все блага до цивилизации это будет благодарность за наш тяжелый труд мы имеем с вами возможность быть уверенными в качестве мяса потому что термической обработки она не подвергается я понимаю что соль тоже много что убивает но я боюсь что не все так просто поэтому своя курица мы будем делать с вами рецепты из своей курицы кстати вы можете мне написать какой-нибудь рецепт я тоже попробую с удовольствием что вы делаете из своей курочки но вот такая она в принципе уже с виду достаточно красивая можно сказать сашки что она готова пускай съест кусочек ладно без экспериментов этот раз попробуем посушить ее в течение восьми часов ночью поставлю конечно же на утро забуду потом вам скажу сколько сушила в общем-то и не получилось ли она как подошва в общем-то таких специях я думаю что и подошва получится обалденной не говорите сашки что я использовала бальзамический уксус он сразу же не будет это есть хотя не знаю смотрит ли он наш канал это будет наш секрет ну вот я все поставила вот сушилку в положение третье самая горячая будет сделала поддончик один внизу лишний ну я думаю что циркуляции воздуха мне кажется снизу будет вот здесь этих сторон побольше чем если она вплотную дну лежит снова это моя догад моя мысль просто вот ну так мне кажется короче оставлю я это на ночь надеюсь с утра что я об этом не забуду тоже за свет мы платим колоссальные деньги вот поэтому ну не только конечно из-за сушилок понятное дело вот у нас сейчас три инкубатор колотят скоро вывод так сашка уже выключился отлично отлично вот такое получилось слушайте ничего не видно сейчас я вытащу еще неужели я пересушила на всю ночь наверное долго вот такие кусочки получились так сейчас попробуем ведь я не вижу вообще скажи мне ты выключил сушилку да нет я думаю что поздно попробуешь не для твоих зубов да все маски выводишь слушайте реально пересушила так пососать можно сколько надо было в два раза меньше народа часах держать какая-то она будет сырой да это сырой сыровельный но она высохла слишком сильно правда ничего нормально пойдет скажи соленая очень то что надо нормально а перца много перца можно побольше кстати соленый можно было поменьше так значит больше не досаливаем повторно а поперчить получше да надо поострее чтобы и сушить меньше да да не нормально чуть не нравится попробуем сделать сушилки кусочки опять же дубль 2 это грудки сутки примерно соли засыпаны как для большого карпаччо да помните все делаем и пять часов они уже вымочены в воде достаточно сильно потому что не хочу сейчас чтобы были соленые но просолить надо было как следует то что мясо так или иначе все равно сырой будет потом делала сделала эту смесь который буду сейчас обваливать хмели-сунели душистый перец чеснок сухой черный перец острый свой базилик ну и все в общем и вот это то что получилось до пересушила сушить надо меньше никак не как вы понимаете эту всю ночь кусочки побольше еще ничего поменьше прям совсем чипсы сашка сказал мало перца я добавила перца в этот раз больше и сушить буду наверно посматривать короче буду сейчас есть возможность поставлю через часть посмотрю через часть посмотрю еще посмотрю еще раз посмотрю хорошо бы добавить за что-то красненькое было бы красивее но все равно будет значит так примерно выглядеть вопрос мягкости вопрос остроты и соли а потом выведем с вами общее резюме от больших кусочков я отрезала те части которые поуже потолще оставила а поуже которые отрезала вот получилось немного в общем кусочков нам хватит для эксперимента попробовать что получится вот с этим вот мясом сейчас обваляю в специях положу на поддон и буду сушить ставила на температуру это 60 70 градусов а теперь думаю попробую кая вот эти тоже поставить а что по высоте в принципе позволят не поддона закрыть это все дело папа вот так получилось кусочки маленькие а вот так получается большие куски и посмотрю может быть не надо бинта допустим если есть хорошая сушилка может быть достаточно вот этого вот вентиляции сейчас которая будет но температура повыше правда вполне возможно что можно так делать на температуре 30 градусов то есть это тот же самый циркуляция воздуха по идее получается главное чтобы она не подсыхала слишком быстро сверху а чтобы внутри не оставалось слишком сырым вот вопрос специи остались конечно же с природной жадности их не выброшу так как там нету никаких сырых вещей никаких кусочков не осталось а следующая карпа еще будет делать достаточно быстро я их пересыплю в баночку закрою и все так сделал при вас не буду это опять будет весь стол тут все дела вот таким образом я попробую в этот раз сделать это мясо посмотрим что получится результат через три часа сушилки на 40 50 градусов так извиняюсь откусила уже с этого куска вот так получилось вот так и момент такой что по перцу для меня сильновато немножко но нормально а вот по соли то что надо так это мясо было сутки примерно в соли и примерно часов 5-6 в воде после этого по соли вполне себе достаточно кусок был большой целый помните это отрезали от большого целого куста и вот такая засолка мне устраивает по поводу соли не очень красиво потому что нет красной паприки и потому что использовался мелких мили сунели и мелкий же этот куркума поэтому она такая присыпочка не очень вкусная на вид вот но вообще что сказать но затем а это вариант вот сейчас четыре часа держала в сушилке наверно все таки три часа вполне достаточно большие куски подсохли сверху внутри они остаются такими же мягкими я предполагаю что мне стоит их вытащить и замотать бинтом как раньше и повесить просто на спокойную досушку потому что мне кажется они сверху будут очень сухарики а внутри так останутся влажными то есть он сверху засушит и все как в капсуле будет мясо поэтому наверно с ними я поступлю по-другому они пока мне кажется все таки сыроватые не готовы и ничего но я не резала если честно пока посмотрим может получится по-другому сейчас сашки дадим попробовать да ты как раз говно чистишь самое время попробовать мясо тебе не кажется три-четыре часа софла вишку как уже значительно мягче же ну вот это что тема огонь слушай скажи не очень острая тебе нормально а соли нормально лучше чем было паприка вы добавить то у тебя вареный получилось можно сухой она сухой а это как раз сыровяльно потому что температура ниже сушки тоже со 70 а это до 40 50 можно вообще на холодном сушить попробовать но на 30 градусов может быть даже лучше будет но скажи это же не для завтрака почему можно на завтрак все ты можешь и на завтрак но в плане на бутерброда ты же вы не порежешь как разляка тоже то как вместо колбасок лучшим колбаса ладно лучше колбасы магазина и наш карпатчик в большом куске будет надеюсь делал я три куска вот тоже попробовала завялить они очень корочки это не то что проще это быстрее во первых во вторых если без марли обойтись то конечно да проще и быстрее этого от разы три часа ну что говорить да но не рекомендуем на электричестве она тоже будет ну короче ничего да так себе ну ладно ты будешь ругаться как идиот в этой шапке ты не дальше с ним показывать не вот смотрите какой неожиданно кусок получился это сыровяленое мясо из большого кусочка грудки не из маленьких маленькие очень тоже вкусненькие но на удивление получился еще большой получился он очень быстро получается за сутки вы можете его получить вот до такого уровня сыровяленое получается он как раз вот на утренние бутербродики очень даже себе красивый потрясающе вкусный кусок и наконец-то я получила ту самую уровень просолки которыми нужен этот самый уровень специй который мне нужен просто бесподобно лучше скажи чем прошлый рецепт класс то есть я зря насоветовала старый сыровяленое мясо то этот рецепт не тот тоже хороший но этот кстати тут в режиме вариант нежнее и самое главное что очень быстро скажи у кого нет сушилки этот вариант не сделать в общем то я же у кого нет сушилки у всех есть сушилка но тогда я расскажу этот тоже вариант подробно можно зимой попробовать на печке сделать печка то точно у всех есть особенно в городе скажи мне пожалуйста дашь что перца достаточно просолилась хорошо я поняла наконец как на просолить его нет это будет мой секрет